У православных верующих начался Успенский пост. Это последний многодневный пост в этом году. Он продлится две недели, с 14 по 28 августа. По преданию, Богородица знала о времени своего перехода в иной мир и готовилась к событию постом и усиленной молитвой. Православные христиане постятся, подражая подвигу Божьей Матери. Начинается все с янтарного медового спаса, первого из трех летних праздников, посвященных Христу. Тогда же в это время проходит первый посев озимых. Верующие приносят в церковь семена, а священники окропляют поля и освящают колодцы. Заканчивается пост праздником Успения Божьей Матери. По самому смыслу Успенский пост и Великий пост не очень схожи, потому что если в Великом посту мы вспоминаем смирение, то, что совершил Господь ради спасения человека, а также и в Успенском посту мы вспоминаем то смирение и величие, с которым Божья Матерь согласилась на эту великую участь быть Матерью будущего спасителя. Потому что здесь сразу вспоминается событие Благовещения, когда в ответ на слова Ангела Гаврила, Дева Мария ответила, «Я раба Господня и мне пускай будет по слову Твоему Господню». По строгости Успенский пост приближен к Великому. В понедельник, среду и пятницу разрешено сухоедение. Это хлеб, вода, фрукты, варенье и овощи. Во вторник и четверг можно есть вареную пищу, но без масла. Запрещаются все продукты животного происхождения, в том числе рыба. Ее можно есть только в день преображения Господня 19 августа. Растительное масло полагается в субботу, воскресенье и праздничные дни. Однако без посещения храмов и молитвы такие ограничения в еде приравниваются к диете. А посыл поста в том, чтобы через ограничения прийти от материальных благ к духовным.